Теперь будем начинать? Спасибо еще раз, что пришли. Еще раз представлюсь. Меня зовут Сергей Баблавский. Я работаю в Microsoft Украине и занимаюсь несколькими направлениями. Первое направление – это средства разработки и управления разработкой. Мое второе направление – это платформа Microsoft Azure тоже для разработчиков, потому что у нас есть еще отдельные люди и отдельное направление – это платформа Azure для IT Pro или для интерпрайза. Я этим не занимаюсь. Это для меня темный лес. И мое третье направление – это IoT, интернет вещей. Это все, что связано с разработкой приложений для устройств и разработкой области приложений. Собственно, по третьему моему направлению мы сегодня будем говорить. В частности, тема доклада называется «Жизнь без хлопот в мире идет». На самом деле хлопот хватает. Вы сейчас победитесь. В ходе сегодняшнего доклада я сделаю небольшую теоретическую выплатку о том, как видит Microsoft развитие IoT рынка, что мы делаем, какие у нас есть инструменты, технологии для создания IoT решений. Эти технологии касаются как разработки железа, то есть прошивок или приложений для Mbit-устройств, так и посмотрим на облачные сервисы, которые позволяют нам так или иначе создать бэкэнд для наших IoT-устройств. Ну, собственно говоря, что такое IoT? IoT, если таким простым термином, это стек-технологии, которые позволяют соединить датчики и исполнительные устройства, которые распределены по всему земному шару, с неким централизованным бэкэндом, это может быть облачный бэкэнд, это может быть наземный бэкэнд, для сбора информации, хранения, анализа и отображения. Причем, когда мы говорим про IoT, очень много людей ассоциируют IoT-разработку именно как разработку hardware каких-то решений. На самом деле, конечно, hardware является неотъемлемой частью IoT, но я не побоюсь этого слова, это далеко не самая основная часть с точки зрения разработки. Почему? Потому что, кстати, я еще параллельно в Microsoft Украина являюсь руководителем проекта IoT-лаборатории, у меня работают стартапы, и это предмет регулярной дискуссии в том числе и с ними. Идея состоит в том, что многие почему-то пытаются создавать какие-то решения IoT, которые ничего другого не делают, кроме как собирают информацию, хранят и визуализируют в каких-то дашбордах. Тем самым, фактически, стартап торгует железом, а не сервисом, который он предоставляет. И вот это то, с чем я пытаюсь бороться, то, что мы как Microsoft пытаемся переломить, потому что за рубежом это все уже давно не так, у нас это пока так. Идея состоит в том, что основную добавочную стоимость вашего продукта IoT создают не устройства, которые вы придумаете, а создают результаты аналитики, которые вы предоставляете. Что хочет конечный клиент? Конечный клиент хочет избавиться от проблем. Это могут быть какие-то текущие гепы в бизнесе, или же клиент хочет принять какое-то стратегическое решение для себя. Для того, чтобы эти решения принять, ему нужна аналитика и система рекомендаций. И вот это то, что мы пытаемся, скажем, то, что мы пропагандируем на рынках, то, что результат аналитики и что является основанием или помощью бизнес-заказчиков в принятии решений, вот это надо продавать. Если говорить об IoT, то IT стек делится на четыре как бы блока. Первый блок – это непосредственно Things. Это железо, на которое вы деплоите ваши прошивки или, если там есть операционная система, то ваши приложения. Причем Microsoft с точки зрения Embedded разработки, когда говорим про Things, мы говорим про то, что раньше называлось Embedded разработкой, сейчас это тоже называют IT. Microsoft в этом уже достаточно давно. Все помним Windows Compact, Windows CE, много навигаторов до сих пор на этих операционных системах. И, кстати, это одни из немногих операционных систем, которые до сих пор поддерживаются Microsoft. Еще самые ранние версии, где-то там годов 95-й Windows. Почему мы не можем отказаться? Потому что в то время столько было создано решений, которые куплены и за которые компании продолжают платить деньги за лицензии, что мы просто не можем от этого отказаться. Понимая, что отказавшись от поддержки этих операционных систем, мы ставим под угрозу, ну, фактически жизни людей, потому что есть медицинское оборудование, которое работает на этих операционных системах. Есть и, скажем так, военные разработки и так далее. То есть, на самом деле, это очень большая экосистема, очень большой стек. Нам, да, простым смертным, известны такие операционные системы, как, ну, опять-таки, Windows Embedded. Их бывает несколько редакций. Бывает Windows Embedded просто Embedded, бывает Windows Embedded Automotive, который ставится на автомобиле, ну, и другие. То есть, фактически, это обычная операционная система, которая имеет в своем потенциале возможности по ее, скажем так, глубокой кастомизации. Да, то есть, вы можете там гранулярно управлять, какие сервисы должны работать, какие поубирать, переписать пользовательский интерфейс, дебрендировать, в общем, все, что хотите, можно делать. Сейчас же этот стек переродился в Windows for IoT, о котором мы поговорим немножко дальше. Вторая часть истории, да, то есть, железо мы сделали, работает хорошо. Для того, чтобы это стало IoT, да, нам необходимо это железо соединить. Соединить либо с другим железом, либо напрямую с облаком или с вашим наземным сотом. Да, то есть, задача, второй блок это connectivity, это задача обеспечения соединения между вашим устройством и вашим back-end. У этой задачи, она кажется простой, что там, по Wi-Fi подключили и поехал. Оно, да, так и есть, пока у вас таких устройств не становится миллион. Вот, когда таких устройств становится миллион, тогда вы начинаете, ну, простые решения, да, обеспечить соединение вот такого количества устройств. И поэтому connectivity вынесен в отдельный блок, есть ряд методик, ряд подходов для обеспечения соединения большого количества устройств с централизованным back-end. Третья часть, это данные. Опять-таки, вспоминаем про добавочную стоимость. Для того, чтобы что-то проанализировать, нам что-то нужно получить и, как минимум, сохранить. Посему работа с данными является, в общем-то, ключевой, одной из ключевых, я бы так сказал, в создании этих решений. Вам нужно придумать, да, если вы приняли миллион транзакций в секунду, вам нужно придумать, как их сохранить и как их потом в дальнейшем вы будете обрабатывать, какие механизмы. Ну и последнее, это аналитика. Это либо HD Insight, это может быть Machine Learning, да, и другие аналитические системы. Почему Microsoft начал смотреть в IoT, почему другие провайдеры начали смотреть в IoT, и почему вообще как-то в последнее время слишком много IoT стало, особенно за последний год. На самом деле, причин несколько. я считаю основной причиной то, что раньше было большим, громоздким и не вмещалось в карман и нельзя было прилепить на футболку, стало маленьким и дешевым, это немаловажно действительно. Вот. И появился ряд высокоуровневых фреймворков, которые позволяют, не изучая Assembler, не изучая C, да, разрабатывать себе спокойненько какие-то решения. Плюс появился дешевый интернет. Кто бы сейчас не спорил, но интернет сейчас достаточно дешевый, да. Появились большие провайдеры, появились гигабиты в домах, да. Ну то есть, в принципе, да, с точки зрения обеспечения доступа к интернету, я не говорю, может быть, там про какие-то глубинки, но тем не менее, если взять даже покрытие сотовых операторов, пусть не 3G, пусть 2G, но это тоже интернет, для IoT вполне достаточно, то на сейчас мы говорим о том, что 98% территории Украины, да, покрыто интернетом, как минимум 2G. Я бывал в Европе, у них там еще интереснее. Весь мир сейчас движется, ну то есть, на сейчас де-факто стандартом мобильной связи IoT устройств являются сотовые операторы, да. Проблема в том, что с точки зрения IoT GSM-сеть, она слишком over-engineered для этого, ну так слегка. То есть, сам по себе протокол, интерфейс передачи данных, он достаточно сложный для IoT, как правило, нужно что-то попроще. В Европе начали появляться сети типа SIGFOG, это специальные сети для IoT, которые работают в частотном диапазоне практически в том же, что и GSM, обеспечивают более легковесный протокол, меньше энергопотребление и прочее, прочее. То есть, это специализированные сети, есть сейчас даже тестовые вышки аналогичных сетей в Киеве, они сейчас тестируются. То есть, хочется верить в то, что мы получим в нашей стране специализированную IoT радиосеть, такая как есть в Чехии, в Германии, вот, что позволит нам создавать действительно дешевые экономичные решения. Но, возвращаясь к тому, почему мы туда смотрим, да, мы смотрим в Gartner, вернее, в IDC, ну и, в общем-то, в Gartner, которые говорят нам о том, что рынок IoT до 2018 года увеличится практически втрое. Ну, естественно, как Microsoft, как настоящая бизнес-компания, мы не можем пройти мимо такой статистики, да, и не можем не поддержать этот тренд. Тренд этот мы поддерживаем с двух сторон. С одной стороны, мы предоставляем операционные системы и фреймворки для создания приложений для устройств. С другой стороны, у нас есть централизованный backend, который является платформой Azure. И мы говорим о том, что у Microsoft есть полноценная экосистема, которая состоит из набора всевозможных сервисов для того, чтобы полностью создавать IoT-решения на нашей платформе. Но при этом мы говорим о том, что как бы нам было бы очень приятно, если бы вы все создавали на нашей платформе. Но мы не против, если вы будете использовать, например, в hardware разработке какие-то не наши технологии. То есть в данном контексте Microsoft больше интересует Azure, как backend. Да, у нас есть фронт-эм технологии для устройств, но тем не менее, в основном мы говорим о backend. Пример. На самом деле, если посмотреть, как применяется IoT в индустрии, причем у меня два индустриальных примера и оба в общем-то об одном и том же. Суть заключается в предиктивной аналитике. Вот есть компания Rockwell Automation, но мне больше нравится решение ThyssenCrupp. ThyssenCrupp это компания, которая занимается производством, установкой, ну соответственно поддержкой лифтов в Соединенных Штатах. Ну не только, это штатовская контора, естественно они по всему миру работают. В Штатах есть проблема, такая неприятная проблема. Не получается конкурировать ценой. Вот не получается. То есть все уже упали в цене настолько, что дальше падать некуда. Соответственно провайдеры начинают конкурировать между собой уровнем сервиса, что безусловно для нас, как для консюмеров, гораздо лучше. Идея состоит в том, что в Штатах есть несколько крупных вендоров, которые производят лифты. И компания-заказчик выбирает, как правило, того вендора, который лучше сервис предоставит, у которого лифты не ломаются, у которого девочки красивые на ресепшене сидят. По разным причинам, да. Но речь идет именно об уровне сервиса. И в Тисон Крупп было реализовано следующее решение. На все их лифты в Штатах были поставлены IoT датчики, которые отправляли информацию в облачный backend-пэжу. Год эти данные собирались, анализировались, анализировались нашим машин-лёрдингом, который в течение года научился определять некий набор шагов, некий набор событий, после которых происходит какая-то поломка. Когда эти тренды были отслежены, система научилась делать прогнозы. Ну, то есть, если говорить по-простому, выглядит это так. Прежде чем лифт вышел из строя, у него сначала что-то он начал свистеть, потом через какое-то время, не знаю, какое-то устройство начало меньше тянуть, потом еще что-то произошло, там вылетел какой-то датчик, и уже после этого лифт перестал работать. То есть, есть какие-то четыре ивента. И в будущем, когда вот эта цепочка повторяется, то есть, что-то произошло раз, что-то произошло два, система уже дает оляд, что есть риск того, что через такое-то время вылетит вот это устройство, потому что прошло, по аналогичному пути, оно выходило из строя. Соответственно, это сигнал компании, как минимум, прийти на объект и продиагностировать, есть ли там какие-то неисправности. если они обнаружат, что действительно есть риск того, что что-то выйдет из строя, они сразу это оперативно фиксят и уходят. Таким образом, компания предоставляет высокое качество сервиса и может говорить о том, что у нас лифты не ломаются. Ну, я сейчас это очень по-рекламному говорю, условно говоря, ломается меньше, чем у других. И, на самом деле, вот эта тема с предиктивной аналитикой сейчас, как в зарубежном интерпрайсе, так и в локальном интерпрайсе, она больше всего востребована. То есть, люди хотят систему, которая, ну, не то чтобы сама за них будет принимать решение, но, как минимум, будет отслеживать тренды, нотифицировать нужных людей о том, что нужно сделать что-то. То есть, это некая система предупреждений. Есть и консюмерские решения. Вот это решение мне особо нравится. Его, скажем так, простотой, красотой. Это придумал Амазон. Представьте себе, что вы домохозяйка. Мужчинам сложно представить, но тем не менее. Вы, короче, решили постирать. Засовываете в стиралку вашу одежду, закрываете, такие хоба, нету порошка. Беда. Вот Амазон придумал кнопку. Вы ее монтируете на стиральной машине. У вас закончился порошок. Вы по кнопке кулаком стукнули. И через полчаса курьер с улыбкой у дверей приносит вам пачку любимого порошка. На самом деле, таких кнопок у Амазона много. Они брендированы под разные вещи. При этом у них даже есть настаиваемая кнопка. То есть те, которые брендированы, они стоят дешево. А есть, которые, типа, вы сами можете назначить, что делать по нажатию на эту кнопку. Что купить. Вот. Можете наклеить, наклеить. Вот. Еще одно решение, это такое для, скажем так, для тех, кто живет в частных домах или имеет дачи. Это достаточно такая простая штука, которая позволяет вам обеспечить автополив каких-то ваших плантаций. При этом она имеет пользовательский интерфейс в виде, там, мобильного приложения веб-сайта. Вот. Максимально простое. Очень быстро подключается по понятной инструкции, да. И выглядит вроде как даже симпатично по-консюмерски. На самом деле, таких решений много. Да. То есть, на сейчас, вот, кто был на докладе Безмалова? Кто-то был? Да. Вот. Он рассказывал и про умные кофеварки, и про умные холодильники, и про умные микроволновки, и про куклы, и так далее. Действительно, это все уже есть, это все уже работает, и нету предпосылок, что это все загнется. Это все будет развиваться. Хотите вы этого или нет, да, но тем не менее. И здесь, опять-таки, у нас есть выбор. Либо мы пойдем на волне этого тренда, будем создавать эти решения, да, либо мы этот тренд пропустим, тем самым пропустим большой кусок бизнеса. Ой. Да. Теперь немножко, скажем так, по разработке, по железу. Опять-таки, почему сейчас много разработчиков начинают переключаться на IoT? У меня здесь два куска кода. Я, скажем так, уже с разработкой прошивок работаю, ну, я не скажу, что мега-гуру, но работаю уже минимум лет пять. Вот. Начинал я с платформы Arduino. Есть очень много врагов этой платформы, но я считаю, начинать на ней очень хорошо для того, чтобы понять вообще принципы, как это работает. Но потом, естественно, для создания какого-то нормального эффективного решения необходимо все-таки переходить на нативный язык разработки той платформы, под которую вы разрабатываете. Ну, то есть, если это Atmel, то это C или C++ для Atmel. Если это платформа STN32, то, соответственно, под нее. Так вот, у меня два куска кода, которые делают одно и то же. Вот это код, написанный на C для Atmel. Вот это код, написанный на языке Arduino. Даже человеку, который, ну, никогда не сталкивался с хардвер-разработкой и так далее, в принципе, прочитав этот код, он, ну, в теории может предположить, что он делает. Если человек прочитает вот этот код, то у него взорвется мозг. Потому что все-таки C, C++ по Atmel это прямая работа с регистрами и прочее. Это работа с битовыми операциями. А реально, что из себя представляет платформа Arduino? Это не что иное, как врапер над некоторыми функциями, которые реализованы на C и Atmel. То есть это не есть какой-то промежуточный фреймворк типа Java или .NET или еще чего-то там. Не стоит никакая виртуальная машина. Это просто набор написанных библиотек, которые красиво правильно поименованы, хорошо задокументированы. И при помощи их можно достаточно просто, быстро, но неэффективно создавать какие-то ваши, собственно говоря, решения. А почему неэффективно? А разве оно не компилится в этот код? Правильно, компилится. Только смотри, у меня операция, например, Analogrid, это две строчки кода. А под вот этой функцией лежит детекция какой микроконтроллер, куча кода, связанного с какими-то проверками, которые обычно не делаются и так далее. То есть на самом деле вот эта строчка скомпилится в объем раза в 3-4 больше, чем вот эта. И в этом проблема. У меня есть опыт. Как конкретное устройство все равно будут проверки? Да. То есть идея вот в чем. Я когда-то экспериментировал с ардуиновской библиотекой для GSM модуля. Вернее, не для GSM, а для инфракрасного модуля. Для того, чтобы грабить информацию с пультов дистанционного управления. Библиотека под ардуино весила 9 килобайт. При объеме микроконтроллера 32 килобайта, который стандартный ардуиновский. Ну это четверть памяти, только библиотека. Когда я начал в ней колупаться, ее конкретно резать и так далее, у меня после компиляции код занимал полтора килобайта. То есть я его смог порезать, считайте, в 6 раз. И притом я порезал далеко не все, что нужно было. То есть я просто поотсекал лишние функции, которые я не использую и прочее. И вот в этом беда. То есть, условно говоря, если бы я захотел взять микроконтроллер подешевле, например, не от Omega 328, который стоит в ардуино, а просто от Omega 8, у которого 8 килобайт памяти, то вот эту даже стандартную библиотеку ардуиновскую просто так я бы использовать не смог. А когда мы создаем какие-то, скажем так, end решения, которые мы планируем продавать, чем проще микроконтроллер ты возьмешь, тем дешевле у тебя будет устройство. То есть, да, вы можете использовать ардуино, только в производстве ваше устройство будет дороже. Скажите, вы не считаете, что это проблемы компилятора? На момент компиляции компилятор сам может выделить то, что используется из библиотеки, и то, что не используется? И скомпилировать в бинарнике только то, что нужно? Скажем так, обычно это, в общем-то, так и делается. Но здесь я не склонен думать. Возможно, скажем так, это, мне кажется, больше проблемы настройки компилятора. Потому что платформа ардуино использует компилятор GCC, который же, если я не ошибаюсь, использует и Atmel Studio. То есть, на самом деле там один компилятор. Просто в Atmel Studio вы его можете достаточно гранулярно настроить. В Arduino IDE там есть просто кнопка скомпилировать. Она генерирует какую-то здоровую командную строку, которая запускается, компилятор компилирует, Hex потом заливается по USB. То есть, это скорее проблема не компилятора, а настроек. И тем не менее, даже если мы возьмем функцию, которую мы используем, там внутри есть достаточно много ненужных проверок для вашего решения. Ну реально, если вы заглянете в эти функции, поставьте себе Arduino IDE и зайдите в папочку LIPS и возьмите любую библиотеку. Даже внутри функции есть проверка. Если микроконтроллер такой, то использует регистр такой, такой, такой. А если микроконтроллер другой, то значит, вот эти регистры использует. Потому что в платформе Arduino есть и Atmel 328, и Atmel 1280, есть и ARM-овские чипы, есть и Intel-овская платформа, там куча платформ. И они все работают под одним и тем же, от одного и того же языка. Соответственно, внутри этих функций реализована куча if-ов, которые компилятся, хотите вы этого или нет. Поэтому, на самом деле, как бы еще раз, я не против платформы Arduino. Она хороша для того, чтобы начать, сделать демо, proof of concept, как хотите. Но когда вы садитесь делать уже боевую прошивку, которую вы будете лить на девайсы, которые будут в масс-продакшене, Arduino, ну, надо с нее слазить. Более того, кто-нибудь пользовался, пробовал под Arduino ходить? Пробовали. Вы меня, ребята, извините, но это убогая IDE, это просто мрак. То есть я, конечно, понимаю, я разбалованный Visual Studio, вопросов нет. Но даже Kale, который является, скажем так, стандартным средством разработки для платформы STM32, гораздо более круче выглядит, чем Arduino IDE. Отсутствие дебага, отсутствие какой-то диагностики и прочего. Ну, то есть это текстовый редактор с возможностью скомпилировать. Когда вы работаете, например, с Atmel Studio. Кстати, Atmel Studio построена на базе Visual Studio, использует Visual Studio Shell. Там есть все. И визуальное отображение регистров. И дебаг в режиме симуляции. И in-chip debug по USB. То есть, на самом деле, с точки зрения разработки, гораздо более удобнее, быстрее, правильнее, надежнее разрабатывать через Atmelov'скую IDE. И на нативных технологиях. Ладно, не будем задерживаться. Еще много чего хочу рассказать, на самом деле. Вот яркий представитель платформы Arduino. Это микроконтроллер Atmega328, который лежит в ядре платформы Arduino Uno. Это 8-битный микроконтроллер, 16 МГц частоты, 32 килобайта памяти, из которых 512 байт используется для бутлоудера. Есть объем что-то типа оперативной памяти 2 килобайта. И есть энергонезависимая память EEPROM с, по-моему, гарантией хранения 25 лет. То есть, словно говоря, если вы в EEPROM что-то записали, даже выключили питание, то в течение 25 лет Atmel вам гарантирует, что эти данные не потеряются. Вы потом, когда устройство включится, можете из кода получить какие-то параметры, которые вы записали в EEPROM. Есть более интересная платформа, которая называется Arduino 101. У нас в EOTLAB есть, по-моему, 2 или 3 образца. Эта платформа построена уже на интеловском двухъядерном чипе, который называется QRI. Каждое ядро, там, по-моему, одно ядро 32 МГц, второе ядро 32 кГц. Внутри встроенный BLE, 9-осевой датчик. Что-то еще там, по-моему, было. А, нет, все, больше ничего. На самом деле, микроконтроллер интересен, во-первых, своими размерами, во-вторых, своей дешевизной. То есть, в чем проблема Intel versus любого другого браткома, Qualcomm и так далее? Дорого. То есть, условно говоря, если бы процессоры Intel стоили столько же, сколько стоят ARM-овские чипы, вопроса бы, разрабатывать мне под ARM или не разрабатывать, у меня бы, например, не стояло, потому что я бы просто продолжал использовать Intel. Платформа более удобная, ну и, в конце концов, на New Windows можно поставить. На этот чип, как ни странно, он тоже x86 архитектуры, 32 МГц. В теории, в теории, на него можно поставить DOS. Я не пробовал, но в теории можно. Вот. Но, на самом деле, там стоит Intel-овская RTOS, поверх которой вы можете деплоить код, написанный на Arduino, запускать его. Для Arduino существует набор специальных библиотек под именно эту плату для работы с 9-осевым датчиком, для работы с BLE. Еще одной особенностью этого чипа является его энергоэффективность. Intel всегда был, скажем так, ну, я не скажу, что флагманом, но они очень много внимания уделяли именно энергоэффективности. То есть, этот чип изначально предназначен для wearable девайсов, но его, скажем так, возможностей и перспективы гораздо больше. В чем проблема платформы Arduino? Проблема заключается в том, что из-за вот этих слабых микроконтроллеров вы не сможете, только используя эту платформу, построить какое-то правильное с точки зрения безопасности enterprise решение. У него просто не хватит силы, чтобы вам что-то зашифровать. Не хватит силы для того, чтобы задеплоить туда код, который будет правильно работать с сертификатами, с TLS и прочим. Поэтому эту платформу можно использовать для каких-то некритичных безопасностей консюмер-разработок. Либо использовать эту платформу просто для того, чтобы собирать информацию с датчиков и отправлять на какой-то gateway, который уже будет там серьезная машина с выходом в интернет, которая будет фактически про все. Для Arduino платформы у Microsoft есть два интересных решения. Это Windows Remote Arduino Experience и это Windows Virtual Shields for Arduino. По сути это штуки, которые позволяют вам, например, платформу, что ваш Windows Phone использовать как датчик в платформе Arduino. То есть у вас есть Arduino Uno, вы хотите получить GPS-координаты. Классический подход. Пошли в магазин, купили GPS-датчик, подход имени Microsoft, соединили с Arduino телефон и получаете GPS-данные с телефона. Это касается абсолютно всех датчиков, которые есть в телефоне. Их достаточно много. Это всякие proximity-сенсоры, это компас, это магнитометр и прочее. То есть всю периферию вашего телефона вы можете использовать в Arduino как датчик. И наоборот, есть возможность написать некое приложение, которое по какому-то стандартному API будет работать с платформой Arduino. Кстати говоря, Windows 10 – это первая сертифицированная by Arduino операционная система. То есть это значит, что Windows 10 как операционная система лучше всего интегрируется с решениями, написанными на платформе Arduino. Второй стек. Это были низкоуровневые микроконтроллеры, в которых нет никаких промежуточных фреймворков и так далее. Все, что мы скомпилили в Arduino, компилиться в нативный хекс и заливается. Там нет dotnet-фреймворка и прочего. Второй уровень – это когда для того, чтобы обеспечить более высокоуровневую разработку, привлечь более широкую аудиторию к разработке наших решений, мы берем помощнее микроконтроллера на армовской архитектуре и ставим туда некий промежуточный фреймворк, который позволяет нам запускать код, написанный на C-Sharp и скомпилированный в MSIL на вот этих микроконтроллерах. Справедливости ради стоит сказать, что не только dotnet микрофреймворк, но и Java уже успешно портировано на популярную STM32 платформу. В чем суть? Конечно, когда мы говорим про dotnet микрофреймворк, мы не говорим про вот этот здоровый dotnet фреймворк, который весит 160 мегабайт, с которым мы как разработчики работаем в повседневной жизни. Это некая такая упрощенная версия фреймворка, которая в микроконтроллере занимает, по-моему, 64, нет, 32 килобайта. Там есть специализированный bootloader, то есть используется не родной STM-овский bootloader, а написанный by Microsoft. Причем я общался с STM-щиками, они говорят, что самая большая боль родного STM-овского bootloader это в том, что в нем сложно реализовывать сценарий обновления прошивки по интернету. И вот они меня спрашивали, а как с вашим bootloader? А у Microsoft в dotnet микрофреймворке это стандартная функциональность. То есть обновление прошивки по интернету, обновление вашего приложения, это не есть вообще проблема. Так вот, в чем суть? Сначала вы в ваш микроконтроллер армовский прошиваете некий микрофреймворк, а уже поверх него, используя Visual Studio, используя C-Sharp, используя вот этот библиотеки dotnet микрофреймворк SDK, можете писать приложения, которые работают со стандартными протоколами, ну скажем так, embedded протоколами типа SPI и квадрат C, UART, которые работают с GPIO и так далее. При этом, когда мы говорим про dotnet микрофреймворк, мы не говорим про операционную систему. То есть dotnet микрофреймворк это не микро Windows в устройстве, это именно кусок фреймворка, который написан, ну он, кстати, open source, можно посмотреть, он написан на C для STM32 платформы. Ну вот, собственно говоря, два представителя этой платформы, это Netduino и это FES Panda. На сейчас из последних новостей выходит что-то типа следующей, ну я бы не сказал реинкарнации, да, но что-то типа вот следующего этапа в развитии dotnet микрофреймворка. Это платформа, которая называется Lileum, которая будет унифицированная с подходом Universal Windows Platform. То есть на сейчас Microsoft движется в унификацию всего и вся, и микрофреймворк не станет исключением. Иными словами, библиотеки, написанные под UVP, смогут работать на платформе dotnet микрофреймворк, которая называется вот будущая версия Lileum. Если говорить о минимальных требованиях микроконтроллера для запуска dotnet микрофреймворка, это минимум 68 МГц частоты, минимум 72 килобайта памяти, минимум 32 килобайта оперативной памяти. То есть в принципе требования достаточно, ну такие, не сказал бы, что слишком высокие. Интересно другое. Вот лет еще года четыре назад выбор STM платформы или Arduino платформы был тяжелым, потому что отмейловские чипы стоили дешево, STM все-таки подороже, армовская архитектура. На сейчас разница между чипом от Omega 328 или даже от Omega 8 и чипом STM 32F0 ее нет. Эти чипы идут в одну цену. Только STM-овская платформа это уже ARM, а отмейловская платформа это все еще 8-битная платформа. Ну и третий класс устройств. Это устройства с операционной системой. Такие устройства, ну есть несколько сценариев, когда их применение действительно оправдано. Вот у меня, например, на демке, которую я показывал и еще раз буду показывать, стоит Raspberry Pi с Windows 10, подцеплен датчик температуры и влажности, с другой стороны реле с бузером. Если так вот прямо так серьезно подумать, то кажется, что это решение немножко over-engineered. Ну, зачем брать четырехъядерный процессор для того, чтобы считывать температуру и классы треле. Посему, прежде чем вы выбираете какую-то платформу, хорошо подумайте о ее предназначении в конкретно вашем решении. Так вот, сценариев применения уже таких более высокоуровневых, более мощных устройств с операционными системами могут быть, либо вы хотите создать какой-то embedded dashboard, выводить на экран в интерактивном виде с анимациями какую-то красивую картинку. Да, имеет смысл брать Windows for IoT, действительно. Второй вариант. Вы хотите обеспечить супер-мега-секьюрити, все, что может Microsoft с точки зрения security, вот хотите реализовать в вашем IoT. Да, для этого вам понадобится нормальная операционная система с поддержкой enterprise-grade security и с возможностью работать с теми же самыми GPIO-портами и так далее. Третий сценарий – это когда вы хотите использовать эту платформу как gateway. Условно говоря, у вас есть задача мерять климат в каком-то агроскладском помещении. Нужно 10 датчиков поставить. И здесь мы выбираем либо поставить 10 датчиков, которые будут напрямую через Wi-Fi какой-то роутер слать информацию в Cloud, либо мы эти датчики сделаем на очень дешевых микроконтроллерах, без какой-либо защиты, но при этом информацию мы будем не напрямую уложить в Cloud, а через промежуточное устройство – gateway, которое уже по защищенному каналу будет работать с Cloud. Более того, этот gateway может часть информации фильтровать, отсеивать, преобразовывать в более какой-то удобный формат или наоборот сжимать для того, чтобы трафик экономит. То есть там возможностей больше. То есть применение вот этой платформы как gateway – это вот тот самый третий сценарий, который реально жизненный, который реально оправдан. У Intel есть еще отдельный стэк устройств, который называется Intel IoT Gateways. То есть у нас опять-таки мы можем взять устройства типа Raspberry и их подобных и писать прошивку для Windows for IoT приложения. Либо мы можем взять фактический компьютер в специальном алюминиевом промышленном корпусе со специальными штекерами, вкручиваемыми антивандальными, с соблюдением температурных режимов и прочее, сконфигурированное устройство на базе Windows полноценной и использовать его как gateway. Собственно говоря, вот такие устройства Intel предлагает. То есть это вот пример Intel IoT Gateway от компании Advantek. У нас в Lab такой один есть. Мы его, правда, не совсем по назначению используем, но есть. Там внутри стоит Atom процессор, стоит 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта SSD. То есть это фактически обычный компьютер с двумя сетевыми интерфейсами. Просто этот компьютер в специализированном корпусе. Его можно повесить на потолок, не переживать, что он там выйдет из строя из-за того, что влажность не та и так далее. Здесь антивандальные штекеры питания, они вкручиваются, они вставляются и прочее. То есть это устройство специально предназначено для агрегации информации с большого количества датчиков, используя либо стандартные проводные интерфейсы SPI, UART и квадрат C, либо используя радиоинтерфейсы это Bluetooth, Lora, ZigBee и другие. Цена не дешевая. Скажем так, вот этот Advantek по-моему долларов 200 стоит. Или 300, я уже не помню. Но идея в том, что опять-таки, когда вы приходите в Enterprise, там плюс-минус пару тысяч долларов, но оно как бы роли не особо играет. Понятное дело, если вы будете каждому вместе с датчиком открытия дверей дешевым продавать дома кому-то, вот консюмеру, мне лично этот Gateway, ну вряд ли продадите. То есть здесь мы говорим исключительно про больше Enterprise решений. Немножко про Windows 4 IT. На сейчас их анонсировано три редакции, живых я видел только две. Windows IoT Core. Это та, которая вышла для ARM-овских чипов. На ней сейчас построена... Она работает на платформе Raspberry Pi 2, Dragonboard, ну и еще что-то, я уже не помню. Ну, работает еще и на Intel-овской архитектуре, то есть на x86 процессорах ее тоже можно запускать. Это платформы типа Galileo, например. Есть Windows 10 for IoT for Mobile Devices. Вот эта редакция была анонсирована, но еще не выпущена. Скорее всего, это будет что-то похожее на Windows Phone, только, наверное, разлоченное. И есть Windows 10 IoT for Industry Devices. Это третья редакция. Она становится только на x86-е компьютеры. По большому счету, это обычная Windows 10 Enterprise с возможностью управлениями апдейтами и с возможностью глубокой кастомизации и дебрендирования. То есть, словно говоря, из вот этой десятки вы можете сделать что-то такое, что никто и не поймет, что там десятка. А на каких процессорах это будет? Какая платформа? Для каких именно? Для всех? Для посредних. Для Industry Devices x86-я платформа. Но имеется в виду, что терминалы в этой или что-то другое? Ну, в принципе, что угодно. То есть, на самом деле, если вернуться вот сюда, вот, with Intel inside powered by Microsoft. Ну, на Galileo не станет. Но на, как минимум, вот эту плату. Эта плата сделана в форм-факторе Raspberry, но здесь стоит Atom чип. Вот. Или что-то типа вот такой платформы. Это еще меньше, чем Raspberry, и там тоже внутри Atom. То есть, по сути, вы можете ставить ее и в Gateway. Вы можете ставить ее на вот такие вот небольшие платы. Можете ее даже поставить на обычный ПК, планшет. То есть, она работает на всем, что является x86-ой архитектурой и на всем, и соответствует требованиям для запуска стандартной Windows 10. То есть, там не меньше 512 мегабайт оперативки, не меньше, по-моему, там двух ядер, ну, чего-то там не меньше. А можно вернуться на предыдущий скрин? Там написано user interface. Это что значит? Смотрите. Где написано? На предыдущем. Вот здесь. Вот здесь вот? Нет, справа. А, я понял. Смотрите. Идея состоит вот в чем. В Raspberry Pi Windows IoT Core это операционная система, которая, скажем так, не содержит стандартного меню пуск. Она не содержит файл-эксплорера. Она вообще не содержит ничего. И при запуске выглядит вот так. Все, что мы можем сделать, зайти в настройки, то есть, подключив клавиатуру мышку, зайти в настройки сменить язык, время и Wi-Fi сеть. Все. То есть, это все, что может стандартный пользовательский интерфейс Windows IoT Core. Но мы, как разработчики, имеем возможность использовать Universal Windows Platform движок для создания приложений для вот этого решения. Так вот, New User Interface. Что там подразумевалось? Первое, это вот этот юзер интерфейс для Core. Второе, это вот этот подход Universal Windows Platform, который позволяет вам, единожды разработав какое-то приложение, деплоить его на Windows, PC, на телефон, планшет, IoT, HoloLens, Surface Hub. То есть, и на самом деле, вот микрофреймворк, да, он тоже туда его вот потихонечку подтягивает. То есть, вот этот New UI или UVP, как мы его называем, это тот подход, который вышел с десяткой. Скажите, есть здесь кто-нибудь, кто разрабатывал Windows Phone 8 или 7 приложения параллельно с приложениями под ПК? Кто там? Есть. Помнишь эту боль, наверное? Библиотеки переносить нельзя. Windows Phone отдельно, Windows PC отдельно. На сейчас в Windows 10, в Visual Studio нету даже такого понятия, как проект для телефона или проект для ПК, или проект для Raspberry, или проект для Xbox. Ты просто создаешь Windows UVP проект без указания, на чем он будет работать. Пилишь свое приложение и только при деплое ты говоришь, куда его деплоят. Вот это вот наш универсальный подход. Да, там еще не все те нужные функции, которые мы бы хотели видеть, реализованы. Но, тем не менее, на сейчас эта платформа достойна внимания. Немножко о бэкэнде. Да, то есть мы очень много поговорили про железо. Кстати, сколько у меня времени, интересно, осталось? 10 минут. Сейчас быстро справимся. Вторая часть истории – это клауд. Задача клауда в данном контексте – это сбор информации, хранение, аналитика, отображение. Для каждого из этих блоков в Azure есть свой стэк сервисов. Давайте вкратце по ним пробежимся. Сервис Event Hub или сейчас его аналог, который специально для IoT создан, называется IoT Hub. Это сервис, предназначенный для сбора информации с ваших наземных датчиков по стандартным телеметрическим протоколам типа INQP или MQTT. Можно это делать и по HTTP, HTTPS. Идея этого сервиса в том, что он может одновременно принимать миллионы, миллиарды, если хотите, транзакций в секунду. Вы в этом случае не заботитесь об инфраструктуре. Скажем так, лишь бы у вас хватило денег. Вторая часть истории – это хранение. Для хранения данных можно использовать либо SQL-ную базу, либо Azure Storage, либо DocumentDB. Для анализа этих данных можно использовать Machine Learning, HD Insight или сервис Stream Analytics. На сервисе Stream Analytics я бы хотел отдельно остановиться, потому что это достаточно уникальная штука. Но аналогов я еще не видел. Эта штука позволяет вам запускать SQL-подобный query, но не к подготовленной базе, как мы это делаем обычно с SQL, а к потоку данных. Представьте себе, у вас из-за UT Hub валит в инфраструктуру Azure миллион ивентов в секунду. От разных датчиков, от всей вашей инфраструктуры. И ваша задача распараллелить обработку этой информации по регионам, по типам датчиков, по каким-то вашим внутренних партишенам. Так вот, хороший способ распараллелить обработку – это пропустить эти данные через сервис Stream Analytics, в котором написать query, что если GPS location такой-то, то положить данные в этот output, а если такой, то в этот output. А если там этот датчик совсем другой, то в этот output. То есть, это возможность распределить ваши потоки данных. А уже на каждом output у вас будет либо еще один IoT Hub, за которым еще один Stream Analytics, эта цепочка может продолжаться. Все это заканчивается либо на хранении данных, то есть, в конце мы данные просто складываем в хранилище, либо передаем его в инфраструктуру на обработку. То есть, это могут быть cloud-сервисы, это может быть сервис фабрика и так далее. Ну и, естественно, сервисы для отображения этих данных. Для отображения их на веб-порталах можно использовать Azure Web Apps. Для отображения на мобильных телефонах можно использовать mobile services. Для построения enterprise-аналитики можно использовать готовый сервис Power BI. Можно использовать виртуальные машины для того, чтобы создавать некий промежуточный gateway. Есть такой подход, есть даже фреймворк в Microsoft для создания cloud-gateway, как их называют. Идея состоит в том, что если вы используете какой-то девайс, который не умеет работать ни по HTTP, HTTPS, ни по AMQP, ни по MQTT, он работает вот как-то по-своему. То для того, чтобы сконнектить девайс как-то с Azure, можно перед инфраструктурой Azure поставить инфраструктуру из виртуалочек, которая будет заниматься преобразованием протоколов. Второй вариант использования виртуалок – это крутить ваши сервисы, ваши обработчики, и данные туда будут прилетать с того же IoT Hub или с того же Stream Analytics. Есть еще опция использовать Azure PaaS. Правда, PaaS уже так немножко устаревает. Я бы рекомендовал переключаться на сервис-фабрику. Это достаточно перспективная интересная штука. И в контексте IoT она полностью заменяет старое cloud-сервис. Естественно, Storage для хранения данных. IoT Hub для сбора. В IoT Hub есть очень интересная и важная функция, которая называется Device Management. Она сейчас еще в превью, но уже можно пользоваться. Суть заключается в том, что прежде чем ивент от вашего устройства прилетит в инфраструктуру Azure, он проходит некую аутентификацию. Суть этой аутентификации в том, что прежде чем сконнектить устройство с Azure, вам нужно его ID прописать в вот этом Device Identity Management системе. Система вам сгенерирует ключ, который нужно зашить на устройстве. Собственно, при помощи этого ключа будет происходить шифрование данных. И когда прилетает ивент, то есть ваше устройство отправляет какие-то данные в IoT Hub, оно обязательно в открытом виде указывает ID, а данные подписывает identity ключом, который был выдан специально этому девайсу. Соответственно, что получается? Как можно эффективно и хорошо и классно использовать этот механизм? Представьте себе, вы создали какое-то решение. Классное решение, оно начинает продаваться. Естественно, китайцы не могут пройти мимо этого. Они покупают у вас один девайс, его вскрывают, переделывают, в общем клонируют. Трекается такое достаточно просто. Да, они могут склонировать девайс, они могут выдрать оттуда прошивку, но они не смогут у вас в ажуре сгенерировать новый набор девайс ID с новым набором ключей для того, чтобы работать с бэкэндом. А без бэкэнда ваше устройство никакой пользы не приносит. Естественно, они в этом сценарии будут использовать тот ключ, который им удалось украсть. Если ваше устройство шлет данные раз в секунду в ажуре, то наверняка вы достаточно просто сможете определить, что 100 ивентов в секунду с одного ID это какая-то аномалия. Что-то не так. И все, что вы делаете, вы просто блокируете этот девайс, меняете ему статус в Identity Management с Enabled на Disabled. И все устройства с этим ID перестают работать. У них пропадает connection к сервису ATHUD. То есть штука на самом деле очень полезна. Но то оригинальная тоже перестанет работать одно. Согласен, но если китайц его купил и склонировал, ну окей. Скажем так, классический паттерн или архитектурная диаграмма классического, скажем так, стандартного, типового IoT решения. У вас есть генераторы, продюсеры. У вас есть наземный field gateway или облачный gateway. Сервис IoT Hub принимает поток данных, отдает его в сервис Stream Analytics, который, в свою очередь, разбивает ваши данные на потоки. Какие-то данные просто ложатся в storage, это log. Какие-то данные попадают в инфраструктуру, например, каких-то виртуальных машин или cloud-сервисов для нотификаций соответствующих людей. Что-то едет в Machine Learning для аналитики. Соответственно, у нас есть системы хранилища и системы визуализации наших данных. Web Apps – сервис для отображения данных либо на веб-сайте, либо для мобильных приложений. Про Machine Learning поговорили. Ну и Power BI – это на сегодняшний день хорошее решение для создания Enterprise аналитики поверх данных, которые приходят из ваших IoT устройств. Я бы хотел еще немножко демо показать. Я на Keynote кратко показывал некий дашборд. Сейчас я вам еще раз его продемонстрирую и расскажу более подробно, как он работает. Значит, еще раз. Суть демки. Есть датчик температуры с встроенным датчиком влажности. Это в качестве устройства, скажем так, с которым мы снимаем телеметрию. И есть исполнительное устройство – это реле, к которому прицеплен противный бузер. На нашем портале мы видим в режиме около реального времени. Я всегда с осторожностью здесь употребляю термин в режиме реального времени – около. Устройство два раза в секунду через IoT Hub отправляет данные в облако о температуре влажности. Из IoT Hub эти данные прилетают в сервис Azure Web Apps, который, используя механизм Signal M, шлет эти данные в браузер, где уже джаваскриптом по этим данным рисуются графики. Если еще раз обратить внимание на показания Humidity, почему она так скачет. Лернинг такой – не покупайте дешевых датчиков. Это реально просто хреновый датчик. Так вот, если мы возьмем еще раз FEM, включенный в розетку, и немножко наш датчик прогреем… Ой! Из компьютера видишь его? Нет. Ну, кто-то видимо какой-то. Еще его нагреем. Ну все, зашкалил его. То есть, на самом деле, мы нагреваем наш датчик. Вот. Информация о состоянии температуры, естественно, на нашем дашборде начинает расти. А где неприятный звук? Какой? Бузер. Сейчас. Я, на самом деле, вот эта демка должна была выглядеть следующим образом. Когда переходится определенный порог, срабатывает бузер. Но был час ночи, и я уже как бы… У меня не было настроения просто дописать это. Поэтому я сделал просто вот кнопку. Вот эта кнопка красная. Когда мы ее нажимаем… Ну, первый раз она никогда нормально не работает. Но сейчас уже, в принципе, вот я… Клик. Клик. То есть, есть задержка. Вопросов нет. Но, с учетом того, что эти данные улетели из Украины в Амстердам, из Амстердама обратно сюда, по интертелекомовскому интернету, это немаловажно. Вот. В принципе, я считаю достойный результат. Но, на самом деле, это мы видели на Keynote. Я бы вам хотел показать еще один способ работы с IoT. Все наверняка слышали про Microsoft Bot Framework, который объявили на конференции Build. Скажем так, я… У меня сразу же зачесались руки его поклацать. Почему? Потому что… Это, знаете, есть такая нехорошая традиция. Я в Microsoft уже работаю четыре года. И каждый раз вот то, что было у меня хобби, становится моей работой. И меня этот тренд даже пугает. Начинает. Почему? Потому что программирование когда-то было хобби. Стала работа. Я такой, типа, надо искать новое хобби. Я реанимировал радиоэлектронику. Начал заниматься радиоэлектроникой. Блин, появилась IoT. Два года назад… Вот у меня был такой способ отдыха. Я ботов писал. Ну, в основном это были сканеры различного рода. Но боты. Вышел Bot Framework. Я думаю, музыкой начать заниматься. Итак. Но у меня не просто бот. Этот бот работает с Луисом. Луис – это Artificial Intelligence API у Microsoft. Это часть проекта Oxford. Если говорить просто, то Луис – это Language Understanding Artificial Intelligence. То есть, это штука, которую можно какими-то ключевыми фразами научить. А потом она по аналогичным фразам будет распознавать, чего от нее просят. И выдавать в виде… То есть, вы в качестве реквеста отдаете ей какую-то фразу. А в качестве респонса она вам отдает команду. Ну, то есть, например, вы ей говорите «Дорогой Луис, включи, пожалуйста, мне свет». Или «Что-то сильно темно у меня здесь вокруг». А на выходе он отправляет JSON, в котором говорит, что команда свет, параметр включить. То есть, то, что нам гораздо легче программно распознать. А языки? Ну, русские… Смотри, Луис на сейчас работает только на английском. Вот я пытался его научить по-русски, не хочет. То есть, идея в том, что ты… А украинскую… Ну, и украинскую винтежную можно. Он на самом деле… Ты ему можешь позабивать фразы на русском, и если ты потом точно такую же фразу вобьешь, он тебе скажет. Ну, если ты запятую не там поставишь, ну, то типа свое. А в английском он именно понимает. Давайте с ним для начала поздороваемся. Заодно проверим, он живой вообще или нет. Да, живой. Ну, давайте что-то ему напишем. Теоретически можно что-то и посложнее. А звучит, пожалуйста. Я ему написал turn on sound. А, не видно просто, да. Он включил. Написал turn off sound, он выключил. Сейчас я пишу. Would you please make sound turn off sound? А грамотические ошибки какие-то там пропускают? Да. А, кстати, tune. А, tune. Да, вот это он точно не поймёт. Надо переписать. Непонятную фразу. Он просто молчит? Да, он молчит. Когда ему нечего сказать, он молчит. Идеальная жена. И опять, и хорош. Не понимаю. Для того, чтобы его научить, я сейчас вот зайду в мой IoT Lab Activity Tracker. Это и есть моя панелька управления Луисом. Здесь, по идее, я сейчас должен увидеть фразы, которые он не смог распознать. Понял. Я что, не тому Луису отправляю, что ли? Ой, ладно. В любом случае, покажу просто, как процесс обучения происходит. Мы берём какую-то фразу. Добавляем. И говорим, что вот sound – это у нас activity type. И дальше говорим, что сделать. Light on. Дальше его нужно обучить. Train. И запаблишить обновлённую версию. В теории. В теории. Очнись. Терн. Make. Вот, теперь он понимает. Таким вот нехитрым, скажем так, механизмом вы можете создать бота, который с точки зрения программирования ничем не отличается от программирования обычного Web API. У меня сейчас в Visual Studio открыт мой бот-проект. Чтобы вы просто понимали, что это такое. Это фактически Web API, в которую бот-коннектор роудит сообщение. Соответственно, с точки зрения разработки, программирование бота ничем не отличается от разработки, от программирования обычного Web API на ASP.NET MVC. Есть очень адский процесс, как заставить, как синтегрировать Skype с вашим ботом. Идея состоит в том, что если вы сейчас захотите это попробовать сделать, то вам нужно иметь обязательно штатовский аккаунт, Microsoft аккаунт. И только с него вы можете создавать в Skype на девелоперском портале учетку, в которой генерировать там application ID и так далее. Вот это у меня, наверное, вкратце все. Уже овертайм там, наверное. Давайте немножечко вопросов. Что кроме Skype? Много. Много. Там Instagram… У нас следующий доклад про вота. Вот. Я расскажу. Да. Но как минимум там Telegraph, там их, по-моему, больше десятка систем. Telegraph, Telegraph. Смотрите, что такое LUIS. LUIS – это часть проекта Oxford. Что такое Oxford? Это набор готовых сервисов, то, что мы называем artificial intelligence сервисы. То есть это сервисы, построенные на базе Azure Machine Learning. И сервисы там есть разные. Есть сервисы по распознаванию фотографий, по распознаванию лиц. Вот, в частности, по распознаванию голоса, есть по распознаванию текста. Там их достаточно много. Вот. То есть LUIS является частью вот этой нашей AI-платформы проекта Oxford. То есть вам он доступен именно как сервис. То есть у вас есть endpoint и некий стандартный протокол взаимодействия. Вы его не поднимаете на свои подписки, не менеджете, вот он просто как внешне предоставляется. Он открытый? Да, он открытый. А он работает только с текстом или с голосом тоже? Луис работает с текстом. Но есть Voice Recognition Appian. Оно просто не Луис называется, а как-то по-другому. Картана. Ну, кстати, Cartana Analytics. Ага, а какие бы скрыли эти? Ну, слушай, подожди немножко. Будет тебе скрыться. Ну, то есть, да. Голос тоже можно, образы можно распознавать. Ну, то есть, типа. У нас даже была идея в эти лабе с одним стартапом. Это через... Нет. Через Artificial Intelligence распознавать жуков-вредителей на Агрополях. Вот. Все. Передаю слово дальше. Спасибо вам большое. Можем пообщаться на перерыве. Наверное, надо уточнить у организаторов. У нас три минутки до начала моего доклада. Наверное, надо дать возможность как-то поперемещаться.